Здравствуйте, дорогие друзья! На предыдущей неделе мы размышляли на стихом «Блаженную милостью, ибо они помилованы будут». Несколько лет назад я решил эту Нагорную проповедь изучить наизусть. Когда я много раз прочитывал, особенно пятую главу, для меня особо коснулся слова «Блаженны и милостивы, ибо они помилованы будут». И как я понял этот стих? Когда мы проявляем милость другим людям, то и другие люди проявляют милость к нам. Я начал пытаться в этой жизни проявлять милость другим людям, насколько это было возможно в моих силах. И интересно в том, что и мне начали проявлять милость. Один из примеров. Я помню, когда мы поехали в детский лагерь проводить на Украине, и так получилось, что нам дали в школе спортзал, где мы проводили детские лагера. И вечер до того дня я был последним, кто замыкал этот спортзал и ушел домой. И на следующий день, когда мы все шли опять в школу, в этот спортзал, я обнаружил, что у меня нет ключов. Я вернулся, в Бисково везде ключи. Через меня в то время не могла быть планировка, потому что здание было закрыто. Детский лагерь намного позже начался. Директор школы приехал, как, почему ключи потирали. Но так получилось, что я взял не ту одежду, и не там, где искал этот ключ. Но, в конце концов, я нашел. Когда я нашел и возвращался в школу, я молился, Господи, почему? Ответь, почему вот такую я ошибку простую, глупую допустил? Вот здесь моя одежда была, здесь были ключи, а я искал везде, но не там. Почему? Я знал, что в этом есть ключ, что-то Господь хочет мне показать. Когда, интересно, когда пришел, я отмекнул, объяснил всю ситуацию. Был человек, который за порядок отвечал. И так строго кому-то что-то сказал, объяснил, что нельзя так делать. И я там был, больше всего это моя вина. Да, возможно, не я должен отвечать за это здание и так дальше. Но, в данный момент, у меня были ключи, я последний, кто выходил из этого знания. И для меня тогда проявили очень большую мыльность. Вечером, когда, это уже день, мне должно быть проповедовать, я молился, Господи, что Ты хочешь, чтобы я сказал, что Ты хочешь, чтобы я сказал? Я вспомнил, что вот, и Господь хотел мне напомнить за этот момент, что да, я проявлял милость, и здесь мне проявили милость. На меня не налетели, не говорили, какой ты приехал из Америки, а такой неответственный. И так дальше. Мне полностью проявили милость. Я понял, я понимаю этот стих. Следующий пример, который был очень несколько месяцев позже, когда здесь в Америке мы ехали в одно место, место с церковным автобусом, и когда мы были в Нью-Йорке, на остановке, так получилось, что я немножко запоздал, и наш автобус уехал, а я остался, и когда уехал, я вышел, смотрю, автобус уезжает, я уже никак не дожину его. Я подзвонил моему брату, который был в автобусе, не беру трубку, подзвонил, здорово, не беру трубку. Но в конце концов они увидели, что одного человека нет, разворачиваться и проезжать за мной забирать. Мне было несколько десяток минут поразмышлять. Я тогда, господи, интересно, как здесь будет? Я так и спросил, интересно, проявляют мне милость или нет? И к удивлению мне проявили милость. То есть милость в данном моменте я говорю, что не говорили, ты что не смотришь, что все выезжают, где ты там что делаешь? Нет, мне сказали, вот, добро пожаловать, хорошо, мы рады с тобой, все хорошо, и поехали. Еще некоторое время прошло, так получилось, что несколько братьев с моей семьей и другие, мы брали в Рент на аэропорте машину, потому что мы ехали далеко, взяли машину в Рент и поехали, и через несколько дней вернулись, приехали домой, разрушили свои вещи, и мои братья повезли на аэропорт сдавать эту машину, а я должен на своей машине подъехать их и забрать. Но когда я приехал домой, я зашел в дом, устал, и это было поздно ночью, я отключил телефон, я помылся и пошел спать. Утро я просынаюсь и включаю телефон, и столько много прокурсных сообщений, звонков. Сначала, где ты, почему так долго, а потом с тобой все хорошо, или так дальше. И мне так было стыдно, неловко. Я тоже начал молиться, и Господь мне преподал урок в этой ситуации, но когда я увиделся с братьями, они проявили мне милость. И так было стыдно, позорно, они проявили мне милость. И до этой недели я понимал этот стих вот так. Вот я проявляю милость другим людям, они проявляют мне. Даже вчера, когда мы были здесь, в этом офисе, в Библийской миссии, здесь пришел брат и проделился таким свидетельством. Он рассказал, что однажды, это было в Советском Союзе, что один христианин случайно подслушал, что одного полицейского этой ночью должны убить. Поэтому он знал это полицейского и пошел, сказал, слушай, здесь я услышал, что этой ночью хотят тебя убить. И оказывается, это было правда. Он скрылся и остался живым. Но прошло время, полицейский услышал в своем участке, что этой ночью будут забирать этих и этих братьев. И также услышал этого брата, который несколько лет назад проявил ему милость, сказал ему, что на тебя есть заговор. И этот полицейский сказал, пришел, сказал, предупредил. И этот брат успел убежать. Он убежал. Со временем его жена приехала. И они стали жить. И даже в свидетельство дошли 20 дней, уже дети, внуки живут. Проявили милость. Вот так, даже с неверующим человеком. Но когда я размышлял на этой неделе об этом качестве и читал главу, которую мы читаем, книга Нагорной проповеди, то пришлось присмотреть мои взгляды на этот стих. Дело в том, что если бы этот стих был записан где-то отдельно, или как, возможно, еще можно как-то его доставить. Но если это в Нагорной проповеди, мы вначале говорили, что здесь порядочность имеет значение, то здесь для меня, если вы так думали, этот стих намного глубже означает, чем мне раньше казалось. Первое мы проходили, помните, нищим духом, блаженным нищим духом. Это состояние, когда человек осознает, что он нищий, он бедный. Он, если сказать вот так, он пришел в магазин, где много хлеба, но умирает от голода, потому что ему нет за что купить. И он понимает, что если продавец даст ему бесплатно этого хлеба, тогда он выживет, если не даст, то он умрет. Что-то подобное пред Господом мы нищим духом. Если мы сознаем это, что мы нищим духом, мы грехоны, мы начинаем плакать. Второе — это плакать, плачать. Мы плачем о своем положении. Мы плачем о том, что мы являемся Господу. И что Господь делает? Он ставит наши меня и сердца, мы становимся кроткими. Мы ведем себя простыми. Мы ведем себя смиренно, потому что мы знаем, что мы на самом деле являемся нищими, мы на самом деле грешными, не можем избавиться от греха своими силами. Но Господь нас обогащает, Господь упирает нам слезы. И мы, зная, что это все от Господа, благодаря Господу, мы являемся кроткими людьми. Но дальше, что мы делаем? Когда мы становимся кроткими людьми, мы жаждем и алчим праведной жизни. Мы хотим уже жить пред Господом не так, как жили вчера, не так, как живут другие люди, но праведной жизни. И когда мы начинаем и хотим желать правной жизни, доходит этот момент, когда мы поступаем блаженны и милостивы. Праведный человек поступает милостиво. Милостиво кому? Ко всем. И в данный момент я хочу только обратить внимание на неверующих людей. Как я могу к ним быть милостивым? Мы все знаем тот случай, когда Иисус рассказал притчу о добрым самаряне. И в конце там спрашивано, кто поступил правну, кто был более милостивый. Вот добрый самаряне был милостивым. Сегодня этой притчей хочу поделиться в духовном мире. Каждый день мы проходим, мы проезжаем на машине, и мы видим вот этих людей, которые разбиты судьбой, разбиты по калеченных грехах, разбиты. Они лежат вокруг нас везде. Да, физически они ходят, но внутри души они лежат полуживые, полумертвые. И я могу независимо, служить ли я церкви, пою ли я в хавару или рядовой член церкви, проходить мимо и сожалеть их, говорить несчастные. Несчастные. Как он может такое говорить, такие слова? Как она может так деваться? Как он может еще что-то делать? Мне жалко их, но проходить мимо. Но добрый самаряне проявилось. Как мы можем в данном моменте проявить этим людям, которые вокруг нас? Много различных путей, как мы можем это делать? Много примеров, как Библия это говорит. Но я сегодня хочу еще раз призвать той идеей, которую я призвал уже несколько дней назад. Проявлять минимум милость как минимум одному человеку в день. Это может каждый сделать. Я здесь призываю то, что сделать легко для каждого реально для нас. Так как размышлять на одном стиху в течение недели это реально. Также проявить милость одному человеку в день это тоже реально. И как это сделать? Как я раньше делал и начал снова делать. Когда я стою утром, выхожу на улицу, я пытаюсь увидеть первого человека. Вот первый человек я увидел. Я в течение дня молюсь за ним. Молюсь, чтобы Господь явил ему милость, чтобы действительно он узнал Господа, чтобы он был кротко-нспирённым человеком, чтобы он узнал спасителя Иисуса Христа. Я молюсь в течение дня, когда я вспоминаю вот этот стих, в мою картинку, я вспоминаю, да, изучаю картинку, я также молюсь об этом человека. И до вечера, вечера, когда я ложусь спать, я скажу, «Господи, ты видишь этого человека, ты знаешь, почему я увидел сегодня его, ты мне указал, я прошу, чтобы он узнал тебя и свой личный спать». Если он знает, что он возрасчитал духовно, откройся ему, яви милость ему. Я думаю, что этот, и этот каждый может, каждый человек, но если мы будем являть милость одному человеку в день, таким вариантом, мы во многом будем исполнять эту заповедь блаженны, милостивые. Блаженны, милостивые. Мы большую милость будем проявлять вокруг нас. Я понимаю, что можно дальше продолжать этот стих, но и больше обсуждать о нём. Но я сегодня призываю практически, а попробуйте, попробуйте неделю, попробуйте две недели, месяц, три, и вы увидите, что когда вы будете выходить первым, что вам будет не хотиться, если ваша жизнь будет правильной пред Господом и будет явной грехов, то вы хотите будет продолжать это дальше делать. И здесь уже, почему разное то, что я вначале говорил, я проявляю милость не потому, чтобы быть помилованным, но я проявляю милость окружающим людьми, людям, потому что я уже помилован. Я в состоянии, как с Мироны Кротки, я уже помилован нашим Господу. Мы знаем притчу, которую Иисус рассказал, что один человек задолгал, вот если перевести, в наши 7 долларов, а в другой несколько миллионов. И мы все пред Господом задолгали несколько миллионов долларов, если перевести. То есть эти деньги никак не реально их даже нам зарабатывать в своей жизни. Но Он нам простил это. Он уже проявил эту милость. Тебе и мне эта милость прощена. Он оплатил это на Глубовском Христе. И что от нас требуется в этой жизни, это совсем маленько, проявлять милость этих как 7 долларов. Сегодня я призываю проявлять милость одному человеку в день. Да, кто-то может больше. Но давайте начнем с одного хотя. Вот о чем я сегодня хотел поговорить. Мы нищие духом. Мы осознаем, что мы нищие на престолеще стоим перед Господом и просим милости. И Он дал нам эту милость. Потом мы плачем о нашем состоянии, видим на себя, о каких мы одеждах. И Господь утирает нам слезы. Тогда мы становимся кроткими людьми, которые осознают, что мы живем и то, что мы имеем, все благодаря Господу. И Господь, когда мы остаемся кроткими, мы осознаем, что у нас запачкана одежда, что мы еще делаем не то. И мы жаждем правильной жизни, жаждем раз и навсегда выбрасывать наши плохие правички, мысли и так дальше. И следующее, мы видим, что вокруг нас людей, которые еще живут и гибнут, и не получили милость, и мы взываем и просим милости за них. Хоть одному человеку в день. Сегодня это я принимаю, я это принял раньше решение, и прошу вас. Благодарим, что вы смотрите это видео. Пусть вас Господь обильно благословит. Я говорю, что вы можете загрузить следующую главу, это зайти сейчас на приложение Капли Сота, перейти в секрет успеха, все там есть, и стихи для следующей, на следующей, которые мы будем изучать, включая уже сегодня. Также картинки на телефон, которые мы можем сделать, картинки на, вы можете сделать на компьютер, вы можете зайти на первую, там, где рисунок Иисуса на Горной проповеди, можете скачать страничку и распринтовать на весь год стихи. Много чего можете делать, чтобы возрастать духовно. Пусть вас Господь обильно благословит, и блажене те люди, которые свое здание строят, как мы видим каждый раз, картину перед собой, на камне, на твердом основании Иисуса Христа. Если это трудно, тяжелее, но зато вы видите, что придут буры, придут воды, придут разные катаклизмы, но дом, который построен на основании и по правилам нашего Господа Иисуса Христа, он устоит. Наша вера будет сильна. Господь да благословит всех вас с Господом. На сайте Капли Сота есть рассылка, на которую вы можете подписаться, и каждую неделю вам на почту будут приходить хорошие проповеди, аудиокниги, статьи, а также вопросы и ответы. Мы верим, что этот сайт может стать для вас хорошим источником для духовной пищи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok